хотел поговорить как раз о матче со спаски вообще об этом претендентском цикле как так получилось что такое такое превосходство у вас родилось получилось действительно очень интересно но ведь его не было условно всем сторон году какой-то скачок произошел в какой-то момент да я много конечно работал но с полугаевским это может быть так не ощущалось потому что он тоже много работал вот и он глубоко знал те системы которые играл а со спаским во первых я перешел и на d4 тоже потому что до спаску я играл только е4 c4 очень редко там одна партия тут стима д4 практически не играл а со спаским и каракан и d4 как были раза разрываев подавать двухрок как в теннисе нет в матче это очень важно когда имеешь возможность варьировать дебюты и собственно для того чтобы освоить d4 хотел спаска не такой широкий репертуар на d4 но все равно надо было и ферзивы и новоиндийский изучить и где-то немцовича хотя все это я черными грамм со стороны белых это раз а во вторых скажем каракан но сейчас вообще благодаря моим стараниям этот дебют резко изменился и теория теория расширилась потрясающим образом вот но и тогда для того чтобы играть дебют новый матче это серьезно серьезно нужно было усилие приложить что в общем то получилось а с полугаевским как-то я не ожидал что я полугаевского разгромлю с таким счетом конечно одержать три победы в восьми партиях при пяти ничьих это так так полугаевского нам никто не играет второй матч получился со спаским тоже разгромный счет вот но со спаским я вообще всегда играл хорошо почему-то я и он и он отмечал что для него каспаров легкий соперника карпов тяжелый даже тяжелее причем он мне говорил что как вы мучаетесь каспаром вот я его я его вижу насквозь никаких проблем не имею с ним на а вот со мной спаски и проблемы всегда имел собственно первую партию который я выиграл у него позиционное жертвы качества в матче сборных команд совершенно неожиданно я пожертвовал качество потом разменял везде это было так как грамм среди ясного неба но и дальше наш матч потом но практически я выиграл очень много партии спаскова конечно он шахматист потрясающий вот но у меня с ним все получалось хотя к этому матчу он был хорошо готов и и играл здорово этот матч он играл хорошо да мать шикарный как я уже говорил просто один из вообще моих любимых матчей вообще в истории шахмат таких вот из на продолжительных матчей и как-то я в настроении был то мне удалось спасти и она наверное психологически было решить решающий то партия что мне удалось спасти черными то черепков подсказал дебют на идею с паском в крака ничего не мог найти но чайков черепков замечательный мастер тренер я его хорошо знал поскольку он тренировал ребят ленинградских мы пересекались на на сборах причем вообще человек уникальный вам мало кто знает он же был штрафником во время войны он командовал штрафной роты причем чуть ли не с первых дней войны до конца и остался жив вообще уникально штрафной роте остаться живым пройти всю войну черепков но очень сильный мастер в ленинграде в одно время один из ведущих мастеров но потом он ушел на тренерскую работу я с ним познакомился когда он уже практически шахматы наверное бросил это где-то конец 60-х годов середина 60-х я с ним познакомился на чемпионате советского союза среди юношей или даже на спартакиаде народов ссср в харькове он привозил ленинградскую команду школьников так вот вот черепков черепков подсказал в паскому замечательную идею это было в шестой партии я получил тяжелейшую позицию и вообще не знаю как как я спасся в этой партии чем я партия закончилась в этот день приехали родители вообще у меня родители редко приезжали на соревнования вот а тут приехали родители и я вообще прошел мимо отца я его потом угли суши то что не узнал ты меня плечом просто толкнул папа знаешь полная ручка да я вообще вне себя тяжелейшая защита я просто никого не узнал он не видел устал безумно вот не узнал отца обычно это боксеры говорят знаете у них после тяжелых обоев они там две недели не могут вспомнить как мать зовут ну там что-то отключается я первый раз такой слышу когда вообще то есть тяжело было переключаться с в общем но вы еще же на таком уровне не играли в ту в тот момент тяжелейшие матчи с лучшими шахматистами мира понять что они все были советские там вы их знали но это были лучше полгаевский спаски потом короче но это просто был топ-топ шахматного мира тогда так они тяжело было переключаться длинные матчи там по 10 партий то есть ну по по длинным соревнованиям у меня уже опыт был потому что я играл чемпионатах советского союза вот с этим безумным количеством участников он все-таки разношерстный состав где-то как-то ну не только здесь все-таки вот все вот сидишь отборно наборная да да и сидишь на вроде в спаску и вот играешь там с ним подряд сил хватало сил хватало да все хватало в общем как-то я не чувствовал проблемы длительных соревнований собственно выносливость у нас есть у меня такая природная наверное хотя я говорю что я не могу соревноваться в поднятии тяжести что касается выносливости то проблемы нет со спаским 6 партия как там таль и и описал но у него спросили что произошло в этой партии вот них вам химич очень интересные я описал сказал что я не знаю смог ли бы я выиграть эту партию со стороны спацкого что со стороны карпа я проиграл 23 года тяжелой позиции не любил его не его стиль вот так и потом потом мне удалось выиграть какую-то чудесно совершенно техническую позицию черными в каракане тоже класс классно получился чем небольшое преимущество как-то я его очень здорово или увеличил и довел партию до победы но и но одно я упустил выигрыш я могу даже раньше в сервером гамбите что-то там голландского он сыграл по мне не сервер голландская была до голландского вот там совершенно выигранная позиция и что-то я какой-то контр игру допустил в одни ворота вообще вся партия и она должна была быть по моему 4 победный я мать шел до до 4 побед или на большинство из двадцати мочи белый но из полугаевским на большинство из 16 или до 3 побед то есть я такая система с другой стой по-настоящему выявляет сильнейшего то есть тут уже без этих конечно конечно мать матчет самое объективное потому что не не примешиваются никто отношения со спаским вас всегда были хорошие да или какие-то между вами со спаским я не могу сказать что у нас очень хорошее отношение что-то он ко мне имеет наш он ко мне имеет вот кроме хорошего ничего не сделал но почему-то что что-то он я даже не помню что кому-то он что-то объяснял вот но он человек вообще независливый но с другой стороны наверное какая-то зависть есть по отношению как-то не раскрылся как мог бы раскрыться я ему помешал ну выиграл матч у него не собирался проигрывать да вот а так так я вообще к нему всегда с уважением относился и собственно он для меня был кумиром я старался старался как-то и играть под спасского вот и я видел его слабости скажем психологической подготовки но он себя нашел потому что конечно он должен был стать претендентом намного раньше но нервная система не позволяла ему играть решающие партии и вот он научился владеть собой собственно моё хладнокровие и умение владеть собой это это вот как раз подражание с пасками а он научился как он он первый матч сыграл в шестьдесят 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 шестом он же поначалу вообще добраться до претендент до турнира претендента даже не мог у него неудобства он испытывал потому что уже но стал чемпионом мира среди юно шесть пятьдесят пятом году долгий путь и дальше он между анальных играла из между анальных выйти претенденты не и только шестьдесят пятом году он выиграл претендентский матч чему в турнир даже не попадал что удивительно но именно из того что он не мог владеть собой а потом вот он научился научился и он у меня был таким добрым примером которым я старался следовать конечно и глубокий анализ проблем с паскова ну и где-то взятые от него уроки вот а а потом но мы скачать вообще в одни ворота тоже был ты у вас на тот момент были отношения или ну скажи скачным можно вообще записывать историю все да потому что с коричным во первых во первых было интересно с речным всегда он интересный человек вот я помню что он приехал к нам на сборы общество труд еще не было школы ботвинника но общество труд существовало действовало и вот коричной приехал после турнира претендентов на киросау все трубы до шестьдетором году в подольске я помню у нас были занятия вот и он нас поразил тем что он набросился на своих коллег что вот они сговоре ну то что фишер потом повторял ну вот но невозможно выиграть турнир претендентов ты говоришь на ничьи никто никому не сплавлял но как мне рассказывали с гелером я тоже работал ты перед началом турнира петросян керес и геллер договорились в первых двух кругах там 4 круга вот первых до круга для экономии сил сделать ничьи хочу об этом узнал потому что его жена дружила с роной петросян где-то рона наверно проговорилась было все это сказал коричному вот а дальше уже гелерами рассказывал что коричной приходит гелера трассе ну нехорошие были отношения в тот момент до коричной он как-то ближе с гелером и больше с гелером общался и он врывается гелера узнав это играет эфим это правда что вы договорились на ничьи но поскольку вопрос очень как и конкретный то гелер естественно должен был ответить конкретно ну да договорились этот а все восемь шахматистов же всего семь возможных соперников с двумя договорились на ничьи вот и коричной говорит так а кого обыгрывать тогда будет тебя и конечно часто меня всегда эта история поражала ты скажешь это беспредел на самом деле вот но они договорились потом продлить на закрывались турнир на весь заразное что делали сделали четыре нищины по договору пишешь и все правильно говорю на самом деле так-то по хорошему но но в принципе но ничьи не турнир не выиграешь но силы конечно можно было сэкономить и и шахматисты сильно что достойные шахматисты и кереса петросян и геллер кстати геллер единственный кто с позитивным счетом остался против фишера выиграл сислянскую позиции в троих но вообще единственный нет есть еще знаете кто сейчас скажу холмов полюс 2 она ну да да знаменитая жертва фигуры из банки он две партии с ним сыграл ее и 2 выграешь вот такой или три партии да но если брать верхушку да ну да да геллер даже по мне и не понял что произошло может вообще пьяный такое возможно или много в то время я понял по изучению как бы этого периода нет но холл холмов это известная история олег романишин рассказывал они играют причем играет по моему чемпионат советского союза в риге если память не изменяет холмов романишин холмус романишина и 4b6 f4 конь c6 конь f3 е5 все вот и тут холма смотрит всю жизнь играть защита груза никогда так плохо не получать а сама мишина сама мишина они играли но это по-моему было не чемпионате международным международном турнире не где-то играли а может быть командном чемпионате вот холлов проиграл там ходов 25 и потом партия заканчивается и он так но в состоянии понятным не пойму где же я на поделял-то олега и так радмир дмитриевич вы мне на шестом ходу фигуры про корчного он до про качного но вот с качественным история очень очень длинная с качественным познакомишься втором году потом потом у нас был сбор совместный мы готовились к чемпионат советского союза командному у корчного с ботвинником были плохие отношения как ни странно они они всю жизнь пробыли в одном обществе в обществе труд ботвинник тогда согласился играть и блестящий играл вот конечно играл на второй доске но ботвинник на сборы не поехал и мы были в ялте тогда впервые меня попросили сыграть тренировочные партии женщины вот я играл с кушнир с алой и по моему с вольпер тоже играл у нас две две женщины были кушнира основная кушнир я обыграл он сыграл со мной контратаку маршала в испанке как я ее чудом одолел не получил по дебюту ничего но одолел вот ну сборы сборы закончились а потом мы уже играли в чемпионат советского союза 70-й год 71 и вот всеми сторон мы подружились а нет нет раньше раньше как это мы как бы подружились на союзном уровне наличным наличным но поскольку алла форма дружила с белой коричной но если набрать алла это жена желательно жена они были в дружеских отношениях причем дружеских и когда коричной уехал вот и когда была уехала в швейцарию алла к ней ездила в гости вот они в очень добрых отношениях были ну и и как-то и фурман помогал коричному так что ее форма тоже с коричным были неплохие отношения но и по наследству как бы меня это перешло да и еще мы с коричным не были так близко знакомы на как-то приехал в ленинград к фурману позаниматься у меня начались проблемы московского университета это мало кто знает что из-за меня меняли систему примирования очков клубные клубы проблема существовала всегда любой клуб и буревестник я буревестник терпеть не мог потому что понимая что лучшие пойдут в вузы и их заставит прийти в буревестник буревестник вообще не занимался детским спортом студент студенты что вот мы стоим мы студенческий клуб мы занимаемся студентами это лука что потому что они просто насиловали всех и заставляли перейти в буревестник иначе там не давали учиться а я буквально накануне поступление университет я перешел циска потому что общество труд практически развалили когда выделили на оборонные предприятия создали общество зенит у нас замечательное было общество труд вот но него развалили когда создали общество динит зенит и но на время как-то работа прекратилась у меня подождал сколько года 2 наверно ждал но не вспомнили вообще никому не нужен как выяснилось и в этот момент у цска всегда были проблемы у них очень сильная команда мужская была и вообще шахматы в армии обязана сто процентов малиновском нижней обороны одному из самых знаменитых маршалов кстати вот курсу не шевченсковская операция до весах называется вот как как говорят военные до сих пор это идеал военной операции по соотношению сил минимум потерь количество окруженных войск вот это это под командами малиновского мне говорили что в академии генштаба вот эту операцию изучают всегда образцово показать можно сказать как вот моя партия со спортсменской защиты так вот малиновский с большим уважением относился к шахматам и он считал что шахматы полезны и маршалом и генералом и при нем была создана сильная команда цска по шахматам но они создали мужскую команду у них всегда был были в прорыве женские должны и юношеские но и вот тот момент когда я думал что делать то приехал подполковник семерняков у нас такой был который занимался по поручению малиновского шахматным клубом шахматной команды он приехал в тулу ну и предложил мне перейти в цска причем зарплату мне дали я был еще школьником место что вообще безумный я 67 году я стал инструктором по спорту второй категории в министерстве обороны я никогда не служил в войсках но и не был военнослужащим был гражданским так вот вот специально шестьдесят седьмого года что такое пятьдесят три года что 54 стажа да ну и я перешел цска я укрепил команд команду чрезвычайно и на первом чемпионате в риге я играл и просто сногсшибательный результат показал я говорил об этом да да кстати вот шестьдесят в том году после сборов ялти меня не допустили до чемпионата советского союза кому я должен был играть за труд на юношеской доске меня не допустили не потому что я вышел из возраста потому что я не добрался до возраста до придумали тогда что на юношеской доске могут играть до 18 лет но не моложе 16 это чисто чисто анти карповское решение чтобы меня не пустить играть за команду в чем там капитана собирались но мы конечно протестовали но нам никто не помог поскольку это все эти были рады что меня не будет я тогда самый молодой мастер да так вот шестьдесят восьмом году в риге мы играем чемпионате и дальше 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 я должен учиться в университете мне там блок ставят очень крепкий я поступил на мехмат в туле нет но сразу же начинается буревестник ягу нет буревестник я не перехожу я остаюсь с к дальше шестьдесят девятом году я выигрываю чемпионат мира среди юношей вот у нас тогда проектор волков феликс михалыч которым потом мы подружились вот но он на университете вел вопросы в ревесник не вот приглашает на беседу я тогда взял академический отпуск я еще студент первого курса и только полгода закончил потом взял академический чтобы стать чемпионом мира среди юношей он приглашает с родителями причем и отец и мать сначала поздравляет но так для проформы а потом сразу же при родителях но мог бы без родителей вообще вести разговоры тут при родителях тот сейчас уже ваш сын совсем на виду вот и мы считаем что он должен перейти в горе-вестник играть за буревестник вот ожидаю что значит при таком давлении при родителях я сдамся феликса махалыч но мы с вами говорили уже я сказал что я из ска никуда не уйду я буду в циск а тем более тренер у меня в циск а форма тогда был главным тренинг ска вот я я переходить не собираюсь на что он так ну тогда он будет очень тяжело учиться университете вообще неизвестно сможете ли вы его закончить нормальный разговор поздравление чемпионами новые сложности да вот ну и дальше и дальше значит я я в ленинграде встречаемся с фурманом ну я естественно семена вам что рассказывать о своих проблемах он говорит сложно конечно но а как ты вообще думаешь может быть подумать о ленинграде все-таки в московском университете вот но не знаю может быть и подумать вот и буквально там через несколько дней он говорит вот алла поговорила с белой но рассказала об этих проблемах с было конечно да вот и было сказал он ну а что за проблема если карпа хочет учиться в ленинграде они московском университете то у нас есть приятель сережа лавров вон секретарь парт организации ленинградского университета я думаю что они с удовольствием примут карпова и он сможет учиться без всяких проблем в ленинграде ну и где-то под новый год мы встречаемся у коричного на квартире было было будет окончено и с лавровом играли в личном переносе советского союза среди школьников по шахматам году в сорок седьмом после войны и лавров сильный кандидат мастера любитель шахмат большой на и и кстати самый молодой доктор экономических наук в ссср да потом он был президентом географическое общество с мы были одно время с ним вместе депутатами горбачевской пары замечательный совершенно человек сергей борисович так вот я с ним встретился вот он говорит ну а как как вы учите да учиться хорошо но вот у меня такие проблемы но я переговорю с ректором но думаю что у вас таких проблем играть не будет я знаю в общее настроение позицию вот но дальше мы созваниваемся быть я с ректором переговорил ректор будет рад если вы станете студентом университета ленинградского и конечно проблем бревестника не будет но может быть когда нужно будет университета выступить в соревнованиях вот мы попросим вас вообще проблем нет но все я сбежал из московского университета был жуткий скандал потому что у нас тогда был деканом факультета солодков декан который любил спорт и экономический факультет мгу тогда был на уровне сборной команды советского союза по многим видам там были с гейман учился на команды ватерполистов мгл была чемпионом советского союза европы и чего только можно было весь костяк сборной страны был из университетской команды вот на ну и и по михаил васильевич садков он естественно был рад что я учусь я понимаю что у меня не отпустит с первого курса переводится это специальное решение министерства вот я дождался когда он ушел в отпуск после да вот пришел и пришел к зам декана он по научной работе он посмотрел зачетка говорит ну жалко такого отличного студента отпускать у меня все пятерки были ну я не стал говорить у меня проблемы были вестника меня тренер там грани не было бы неплохо привестись не имею права вас удерживать хотя сожалею ну а когда солодков вернулся то уже было обнаружилось что я сбежал вот и был большой скандал так вот скандал дошел до павлова это был руководитель спорта советского до министр спорта вот и ноты проблем это всегда была но со мной она как-то очень остро проходила и тогда павлов павлов предложил для того чтобы снять самую остроту он предложил новый зачет новый зачет и тогда кстати ввели очки на тренером которые находили молодых спортсменов до этого не было только вот тот кто новый зачет в каком примеровали примеровали тех кто был тренером на чемпионатах мира у кого чемпионы мира появлялись и они и премии получали и награды и все вот с момента как провели реформу из-за меня стали примеровать и тех кто находил кто на первых этапах как я не понимаю как эта реформа была связана вот с этими всеми проблемами буревестник цска я говорю что сторонние это скоро стали отмечать и тех кто работал на ранних этапах со знаменитыми спортсменами и даже если они уже прекращали работу то все равно их отмечали если вот их ученик становился чемпионом мира а по клубам сделали сделали параллении зачет но все равно это буревестник не очень устраивало потому что так то не стопроцентно сами забирали вот но все-таки остроту сняли потому что вот скажем я стал чемпионом мира и раньше все зачетные очки получал циск а теперь а я понял теперь их тоже а теперь параллельно если студент неважно за какой клуб выступает но чемпион мира получает этот клуб и параллельно получает брелись таким образом остроту притушили грамотно да вот ну а я ты я переходил очень интересно конечно потому что я говорю на первом курсе трудно было перейти было решение министра которая позволила мне перевестись вы жили тогда где но я уже москве я жил в москве в общежитии университета чем 1 1 год до чемпион мира с юношей но вообще я мог поступить я думаю без экзаменов если бы я пользовался своими правами я же золотой медали в школе и мастер спорта самый молодой по шахматам и вообще мастер спорта когда это это было немало ну вот я думаю что я мог без конкурса поступить но поскольку я знал что если я воспользуюсь спортивными привилегиями то меня вот будет не точно затачен то я сдавал на общих основаниях экзамены вот ну и дальше дальше вот естественно мне общежития дали как простому студенту я жил первый год на ломоносовском проспекте насколько там шесть человек в комнате нормально полгода я вспомнил уральскую коммунальную квартиру все было нормально а потом потом уже все-таки после того как я стал чемпионом мира им трудно было меня держать вот шестиместный на комнате в общежитии помогал получилось что очень сильно очень сильно помог вот ну а дальше дальше когда переехал ленинград мы играли с ним тренировочный матч он должен был играть в турнире претендентов но в матчах претендентов с гелером это сколько год это 70-й год семидесятый начался он играл начале 71 а может конце 70 в общем он меня попросил сыграть с ним тренировочный матч но ситуация была деликатная потому что фурман главный тренер цска я в цска геля первая доска в цска вот конечно в труде деликатной ситуации поэтому мы договорились что маль будет закрытый ну если захотим то мы и и как матч прошел конечно сказал что у него проблемы с черным цветом поэтому договорились играть шесть тренировочных партий вот я играю белыми все шесть дальше значит что происходит я выигрываю первую партию я выигрываю 2 я выпускаю выигрыш 3 3 заканчивается в ничью 4 я тоже по моему выигрывал но упустил и проиграл пятую проиграл насчет вас по на на два с половиной но это который гроссмейстерам стало сколько турниров выиграл особенно вы конце им там просто вышивал он любил голландию его площадка было так вот на дальше он не ожидал что он будет под угрозой проигрыш ну и после пяти партий равный счет и он так ну знаете вы меня черными хорошо потренировали теперь мне надо было бы сыграть белый бодрый поскольку как бы я готов был ему помогать огонь если вы так считаете чем мы договорились то иначе они вам мне нужно белыми тоже потренироваться ну хорошо но закончилась партия ничего и матч закончился ничего достижение для вас тогда конечно а вот но я просто выигрыш имел матча но неважно вот а дальше дальше но ведь наши отношения испортились всеми втором году мы дружеских отношениях но напряжение возникло гастингс мы играли в турнире в москве алёхинский турнир вот а коричной сдался в позиции отложены с лишней пешкой у нас было по ферзю у меня конь на d5 а у него через слон на один по моему пешки d4 и 5 в общем безобразный чернопольный слон ну и немножко ослабленный король вот и он доигрывать даже не стал мы выигрыша не видели но в общем позиционный перевес есть но все равно без пешки и на одном фланге у меня четыре пешки у него 5 и коричной сдается потом кто-то спросил у него может быть и бах потому что они были очень хороших тоже отношениях вот чё он сдался потому что еще можно было бороться чем конечно же даже так не сдавался вот на что конечно да не хотел я чтобы карпов на мне свою технику отточил тем в первом году после алёхинского турнира мы едем гастингс вот я в гастингсе совершенно блестящий играю за три тура до конца я впереди коричного не за 4 тур по меня впереди коричного на два с половиной очка насчет партии с ним предстоит вот он уходит вообще злой страшно хоть бы страшно хотя мы живем рядом но гостин вообще тяжелейшее место по организации по по всему я не знаю все так любили турнир ну может потому что самый старый но я сказал что созревающий не был чемпионом мира я сыграла только один раз вот я сказал что в гастингсе я играю два раза или сыграл два раза почему первый и последний так и получилось я больше в гастингсе не играл потому что уже очень плохо все было хуже веканзы хуже хуже еще бывает хуже хуже конечно хуже но во первых там хотя погода одинаковая вы к да и конце я тоже не любил из-за погоды но там гостиницы ничего и там все-таки питание можно организовать себе там ресторан какие-то есть в гастингсе вообще уже чего на тот момент англия на англии вообще от все это 71 год англия была тяжелой страной потому что англичане сами готовить не умеют исторически не умеют хэммонбеком там яичница что овсяная каша поречь и собственно и все фишин чипс это называется когда хотят описать английскую кухню фишин чипс да да единственное что у них что у них было почему я не знаю но бишь секс по-английски это бишь текст крови это то что в общем-то я любила до сих пор чтобы мясо сочное было все в гастингсе это называлось ресторанами не стоит целый турнир ел только министейк потому что остальное есть было невозможно но сейчас англия категорически изменилась потому что появились японские итальянские рестораны особенно в лондоне а вот раньше раньше невозможно было но кстати говоря и сейчас я очень легко знаю места где англичане прибывают если в испании кухня плохая в ресторане значит там питаются туристы англичане в конечном итоге что коричное обыгрывает меня личной встречи я очень расстроился и и как-то выиграл быстро он там 4 4 набрал я проиграл ему и как-то как-то тяжело у нас сложилось и в последнем туре я обыграл маркланда такой был интересный шахматист в англии но я помню что партия была отложена я ее доиграл по-моему в три ночи москвы на 31 на 1 но там же турнир традиционного новогодний новогодние до новогодние последний тур как раз новогоднюю вот я заполучил себе новогодняя ночь замечательно но и вообще по жизни я часто в новый год оказывался оказывался в рабочем состоянии потому что много турниров новогодних ну кстати чашки турнир новогодний был и какие-то еще новогодние турниры вот новые канзы и правда получше потому что они после нового проводят да так у вас там испортились отношений нет напряглись он меня обыграла они восстановились вот но но вообще вообще вот корешной но это шахматист того поколения ботвинника на не как-то за материальные условия не бились особенно я помню что после гостинкса там был был английский организатор приятный человек вот и корешной ко мне подходит говорит суши вот он предлагает выступление после турнира и он обычно организует но тем более мы первое второе место поделили как ты к этому относишься принципе интересно что а что он предлагает ну сеансы сеансы и значит оплата один фонд за партию вот но для качного это вообще не уровень и для меня не уровень мы игра ну а он не мог не мог один остаться потому что он руководитель делегации тогда заморочены эти были награду если вам хочется и на одну ну давайте я тоже могу вот но в конечном итоге значит я сказал что я конечно не буду бегать каждый день вот и количество досок ограничено не больше двадцати пяти мне кажется или 30 я поставил тогда побольше играли вот но я дал два сеанса и я нормально посмотрел национальную галерею лондоне потом тэд галереи лондон посмотрел походил по лондон вот и ждал коричного а он как ненормально носился с таким с таким гонораром вообще но я вообще когда договорюсь а шутся гонорар 1 фунт за доску четко нет ну вот это стандартный гонорар такой мне кажется что вообще-то это смешно что-то да что-то не оплата но но при всем при том он давал сеансы и тридцать пять и сорок носок ну и измотавшийся совершенно приехал в лондон где мы с ним встретились а я я вот прекрасно провел а наши наши отношения испортились всем четвертом причем семьдесят третьем году что очень интересно поскольку я приехал как бы с его подачи и лавров и и фурман то у нас в общем какой-то кругу на котором мы общались был в этом кругу лавров конечно был тупикин анатолий петрович партийный деятель неградский но и представитель федерации на тот момент и качаной и вот перед международным турниром ленинграде тупикин по моему вопрос давайте устроим закрытый опрос кто выйдет на фишера вот как закончится турнир в ленинграде международный международный в ленинграде по вот ну и все так написали это среди кого среди тех кто был на те встречи а да но свои все ну да шахматной боли болельщики шахматистов только вот я я коричной фурман а дальше все друзья но уже и мои друзья которые там образовались но и в основном все-таки друзья коричного тупикин все это сохранил на удивление значит единственный кто угадал да но до фишера он не мог угадать потому что но что он написал написал что ленинградский турнир международный выиграет карпов и коричной что в финале матча претендента встретится карпов и коричной он написал тупикин да нет нет коричной а коричной написал что мы встретим с ним в финале матча претендент там он написал что он выйдет да да но он единственный кто угадал опыт это 73 год а потом 74 год он выиграл легко петросян потому что-то не был готов но известная история скандальная в одессе вот это где они пихались под столом но якобы не пихались они это так придумали сказка да уже красиво до придумали новом сказку толь придумал не может быть но вопрос то в чем что они играли в театре драматическом театре одесском и там театральный круг который ходил и он и колебался вот петросян когда плохая позиция была он начинал какой-то сучить ногами и круг начинал ходить вот коричному это не нравилось конечно и делал замечания но петросян на время контролировал себя потом опять-таки на нервах вот многие-ногие начинали ходить замечания и в какой-то момент в очередной раз петросян не смог себя проконтролировать вот и коричной ему говорит это я от одесситов ну и собственная качами рассказывать когда еще у нас отношения были нормальные коричной петросян уговорит так но чтобы слышали первые ряды не громко вот сначала на замечание сделал потом еще одно замечание вот в этом тигран тигран у него был слуховой аппарат он на время партии отключил и поэтому коричной вот так вот стучал привлекая внимание за петросян включал аппаратик и он что-то кого-то предлагал ничего не что тут он постучал ну и люди увидели стучит вот петросян включил аппаратик коричной мы говорит тигран шансы надо ловить вот здесь они так вот но там там как-то не при неприятно было то что мне конечно говорил там был вообще в шахматах такого не бывало но игрался игрался мощном ночь приехали армяне вот и висели лозунги значит зале что от москвы до иривана все болеют за тигран и вот конечно матов и не нравилось но и он его обыграл но там там сложная была ситуация и петросян переоценил свои шансы у него в москве поддержка была у коричного никакой и конечно готов был переиграть парцию потом потом значит по-моему даже коричной согласился на то чтобы мы записали поражение в этой партии хотя он не был виноват но устроили вот такую кампанию вот и конечно готов был даже чтобы он поражение записали но петросян требовал отмены результаты матча и нового матча но на тот момент по моему минус 300 коричной видосом легко выигрывает матч поэтому он сказал ну засчитывайте поражение доигрываем матч и до свидания мы вот тогда выслали ему группу поддержки заместитель министра спорта ленинграда и спиридонов на тот момент представитель шахматной федерации мой друг коричного доктор юридических наук вот он ему написал речь на закрытые заседания конечно конечно она там извинился он извинился он извинился вот а дальше дальше его занесло что-то извиняясь он понял что вроде извиняется ни за что вот и он так все зачитал то что мы написали потом но это все по бумажке а без бумажки могу сказать того понесло да да вот и как раз он он самая он выступил говорит я вообще не понимаю на шахматах появились какие-то непонятного рода армяне вот которые выкинули лозунги вот петросян этого только и надо было сказал что коричной оскорбил мой народ далеко зашло все зашло далеко да на что коричной тот же парировал сказал чем я оскорбил армянский над тем что мне жена армянка ну и и в общем в конечном итоге петросянского что не будет он играть и вот кача приезжают ленинград на мой матч со спаским с интересом смотрит и в тот момент когда он видит что я выигрываю четвертую партию 11 это счет в матче он обходит всех наших общих друзей пресс-центре вот и каждому говорит что вот с этого момента понятно что карп выигрывает у спаского и мы играем финальный матч поэтому вы должны сделать выбор с кем вы общаетесь со мной из как ну и кто-то говорит что за предложение то мы прекрасно общаемся с вами из карпу нет вы должны сделать выбор я или как ну и в знак протеста многие даже старые его друзья стали общаться со мной потому что я таких условий место но ему надо было для того чтобы играть лучше ему надо было чтоб соперник был как бы врагом чтобы он его ненавидел но это подход ботвинниковский а это ботвинниковский под вот вот немного таких это кто но ярко яркие представители вот этого направления надо иметь злость и играть лучше это ботвинник основатель этого направления вот коричневый 2 каспара 3 минута других я в истории шахмат не знаю такому но себя так раззадоривало мне кажется да все таки и пытался на вас надавить но нами на меня и ну уже уже он начинался там говорить а суть о чем было что когда конгресс олимпиада в ницце чем удивительно олимпиада там я уже стал капитаном команды вот еще не будучи чемпионом мира она была в какой мы вы уже были претендентом да да до финального матча до финального матча финального да нет я еще не был претендентом я все только в финале вот но меня уже на первую доску поставили я уже капитан команды что вообще удивительно при том что в команде все чемпионы кроме бодвинник подходит момент а там там как обычно олимпиадах конгресс проводится да известно что фишер требует играть до 10 побед поначалу он говорит что все нормально и вот это самая справедливая система потому что чемпион мира имеет какие-то начальные преимущества вот когда до побед кто выиграл мать что ты чемпион никаких ничьих но потом он подкорректировал и решил что слишком жирно претенденту давать равные условия и об этом мало кто говорит и помнит но фишер как-то ловко описал что вот поскольку традиционное преимущество чемпиона мира он сохраняет звание при ничьей то а в матче безлимитно ничьей быть не может то чемпиону мира надо дать право при счете 99 останавливать матч это был да и на сохранять звание но если по малине на буренина как говорят то посчитать то получится что претендент может стать чемпионом мира не с перейсом в одну очко как лимитном матче с перейсом в 2 потому что если у тебя 98 фишер выигрывает то 99 и до свидания значит как минимум ты должен иметь перевес 2 очка 10 8 закончить но не хотел играть в любом случае думаю ну что к 10 8 9 9 безлимитно матчу сколько 200 партий но это все равно а он там был фишер не по нему и вот и вот корчаной корчаной подходит ко мне накануне ну где-то дня за два наверно на на мы должны быть на конгрессе мы договорились он говорит анатолий гене знаете у меня просьба какая он говорит ну знаете я человек такой вспыльчивый я могу что-нибудь не то сказать вы можете выступить на конгрессе а я а я не буду выступать я вектора еще на я конечно могу выступить на конгрессе на им прямо почему вы отказываетесь вот а во-вторых во-вторых я считаю что вы должны быть он говорит нет здесь вопроса нет но просто я вот поскольку я вспыльчивый горячий то я могу что-нибудь не то сказать я я прошу вас я гону я могу эту просьбу исполнить но вы будете сидеть и я в зале скажу что я выражаю мнение двух участников ну знаю коричного ну да он говорит да нет вопрос все он сидит в зале что я выражаю мне двух участников говорю все что мы договорились дальше известная история скажет чем когда он не проиграл то он дал интервью сказал что фишер абсолютно прав карпу нечего вообще и свои условия ставить у нас считает до этого как бы не дорос чтобы свои условия ставить надо принимать играть фиши в это расценили как жуткую подставу вот но поругались мы во время первого матча нашу то есть до этого напряжения финальный матч претендентов что корчной игра в одессе игра в ленинграде со спаски ну и вроде в ленинграде но с другой стороны коричной коренной ленинграде а я вспомнил естественную историю с черепком спали спаски я не коренной ленинградец а на тот момент лучшие шахматисты ленинграда были все по возрасту где-то близко к речному вот я понимал что у него там советчика будет хватать поэтому я гну в общем ну и кроме того ясно что последний матч на территории советского союза и как-то все нацеливались на москву но все таки мы два ленинградца на тот момент и коричной подходит и говорит ну вот знаете все таки хорошо было бы что мы в ленинграде я говорю это ручно да и лавров ко мне подошел и как-то и тупикин и ленинградское руководство что вот два ленинградца было бы здоровыми я думаю я в общем готов хотя у меня тогда квартира не было вот я в гостинице он дома ты не как-то в общем но и по поддержке тоже по поддержке шахматной ага но я готов ладно с этим смириться и играть в ленинграде вот но у меня условия какое-то одно из основных условий было что мы начинаем играть четыре часа ну как тут мы тогда мы играли вот четыре часа и я не помню какое-то второе условие незначительное оба ста вот все конечно согласился лавров правил переговоры с кочным со мной дальше кочной опять внутренний но вот знаете мое желание играть ленинграде всем понятно вот вам бы неплохо поехать в москву встретиться с министром спорта и наше общее желание высказать ну а вы то чего нет ну знаете все таки я спальчу да примерно так вот здесь здесь наверное вы первой скрипкой должны быть поскольку мое желание понятно ну ладно поеду дальше я в гостинице россии которая тогда еще существовала не любил я эту гостиницу думаю что напрасно я снесли вот я иду полу где-то в 930 у меня принимает я говорю сергей павлович вот так и так он где играть то вы будете ну как то есть есть разные разные конечно настроение он говорит но мы-то вообще хотели бы что в москве потому что ясно что свершим матч будет за граница публик публика страны она не понимает что москву мы тогда решение могло приниматься на внутрисоветском уровне фиды тогда к этому не имела отношения фиджи определяла обычным места проведения ну поскольку советском союзе матч игрался то им все равно это им было все даже тогда не выпускали играть петельницкий матч за границу вот если между советским ну и я говорю ну знаете все таки мы два ленинградцы как-то вот меня уговорили я сам уговорился что играть играть в ленинграде полуга в общем небольшом восторге что вы москвичей оставляете но потом до ленинграда все таки в те времена добираться было намного дольше но если вы оба желаете играть ленинграде то вопросов нет и пожалуйста я прихожу гостиницу вот и только захожу в номер и сдается звонок по телефону звонок по телефону голос коричного доброе утро доброе утро я конечно немножко в шоке чем не занят вот антолий генич я знаю вы были у павлова я вот я только вернулся ну знаете я должен вам сказать что вот я по горячность согласился играть четыре часа но мне это неудобно я буду наставить играть два вот и как бы а мы с вами договорились 4 вот я вас предупредил ну вообще странного не предупредили сейчас вы могли меня предупредить до похода к полу тем более что вы мне выдаете уже как свою позицию они сомнения ну вот вот так я говорю ну тогда я тоже свободен от своих обязательств от своих обязательств но можете считать что да ну хорошо я в метро не к полу вот приемную там помощник или что-то случилось ага но может считать что да мне нужно срочно с сергей павловичем переговорить ну сейчас делегацию но я доложу ну буквально 15 минут помощник заходите я захожу павлова идет навстречу купить от рыгани что случилось мы с вами час назад остались даже меньше я ему все рассказываю я ему все рассказываю говорю сергей павлович при этих условиях я ни в коем случае не хочу играть в ленинграде вот где угодно но не в ленинграде вот и поэтому вот я вас как бы прошу принять это решение и принять мою позицию но я же вам говорю что лучше играть москве но вроде так и он говорит ну а для того чтобы коричного научить слово держать вот я принимаю решение что будете играть москве и будете начинать партой в четыре часа и коричной после этого взвился что вот власти на стороне карпа он открыли себя прилично и не будут власти на стороне карп